Столичного бизнесмена Кайрата Жамалиева подозревают в сексуальном насилии над алиби Жумагуловым. Новость об этом вызвала колоссальный резонанс в Казнете. Сегодня отец потерпевшего Нурлан Жумагулов прокомментировал эту ситуацию корреспондентом 7 News. Подробности в интернет-обзоре Айгуль Жамаловой. Коллега, слово тебе. Спасибо, Арстан. Решение придать публичной огласке все три статьи, которые инкриминируют Жумагулову, дало семье пострадавшего непросто. Сегодня Нурлан Жумагулов рассказал, что устал от грязи и лжи, которыми поливают его семью. Дополнительным тревожным звонком стало снятие ареста с части имущества бизнесмена. Речь идет о его квартире и некоторых банковских счетах. Теперь Нурлан Жумагулов опасается, что в обвинительном акте, который, по его словам, уже готовится в прокуратуре, будут учтены не все статьи. Алиби, мой сын, пострадал и сейчас вынужден все время оправдоваться. Все время, пока шло следствие, мы молчали. Жамалиев Азган, который избивал, глумился, делал пытки по отношению к моему сыну. Все ходим под Богом, все вы воспитываете своих детей, мальчиков, девочек, дочерей. И никто не знает, что завтра будут ожидать от такого преступника, как Жамалиев. Жамалиев Азган, он должен съесть в тюрьме. Отмечу, адвокат Хамид Айткалиева, представляющая интересы потерпевшей стороны, накануне Фейсбук огласила все три статьи Уголовного кодекса, которые инкриминируют Карату Жамалиеву. Это 194-я статья, часть 4-е, вымогательство. 126-я статья, часть 2, незаконное лишение свободы. И 121-я статья, часть 2, это насильственные действия сексуального характера. Это решение было непростым, и поэтому мы просим всех отнестись с пониманием к принятому решению, воздержаться от каких-либо комментариев. Соответственно, просим не задавать вопросов, уточняющих, не требовать подробностей, понимать, что на самом деле это все-таки жизнь, это все живые люди. Исходить из того, что ни один человек в здравом уме и светлой памяти просто так такие вещи озвучивать не будет. Анатолий Удбанов также добавил, что с Алиби по-прежнему работают психотерапевты. Его моральное состояние все еще остается тяжелым. Мы обратились за комментарием в городскую прокуратуру. Вот что там ответили. Жамалиев Кайрат органом уголовного преследования подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 126, 121 и 194 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это подтверждаю я. Касательно заявлений о снятии судом арестов с имущества Жамалиева, могу пояснить, что аресты, снятые только с имущества и расчетных счетов хозяйствующих субъектов, в качестве учредителей которых являются не только Жамалиев, но и другие лица, не имеющие отношения к данному уголовному делу. После обеда адвокат Кайрата Жамалиева дал интервью ряду информационных сайтов, где сообщил, что обвинение в сексуальном насилии не имеет никаких оснований. Якобы это подтвердили результаты биологической и геномной экспертиз. Мухаммед Кали Шайхин в интервью агентству Today также рассказал, что Жамагулов требует в качестве моральной компенсации больше миллиона долларов. В городской прокуратуре комментировать результаты экспертиз пока не берутся. Такова картина дня, коллега. Спасибо, Альгуль.